Привет, друзья! Меня зовут Евгений Чмякин, и мы находимся на студии Jam Music. Сегодня у нас в гостях мой хороший друг, прекрасный музыкант, лидер группы ZuhinP, Женя Травина. Женя, здравствуй! Привет! Рад тебя видеть. И сразу, с твоего позволения, откроем подоплеку нашей сегодняшней передачи. Дело в том, что мы с Женей играем в одной группе, в группе ZuhinP. Поэтому то, о чем мы сегодня будем говорить с тобой, это напрямую касается и меня тоже. Но начать наш разговор я бы хотел с того времени, когда мы с тобой еще не были знакомы. Были и такие времена. Расскажи, пожалуйста, как начиналась группа? Все начиналось с тех времен, когда всем было где-то 15-18 лет. Мы были полны сил, энергии, у нас были разные какие-то выдумки в голове. И что характерно еще, вокруг было очень много музыки. Даже, может быть, не музыки, а много текстов, стихов, которые были напеты. Это, наверное, русский рок какой-то в нас прорастал. И так вот он, прорастая, в конце концов, вылился в песни первые. Например, моя первая песня была написана под впечатлением романа Маркиса, я помню. Да, вот даже так. Каких-то, видимо, стихов Башлачева, чего-то такого. То есть это был такой симбиоз из того, что я когда-то слышала и читала. Слушай, ну я правильно понимаю, что вы начинали просто вдвоем, как акустический дуэт, да? Ну это было интересно, потому что мы решили сразу совместить два дела. Обучение игре на гитарах с Олей, с моей подругой, и запись песен, и вообще написание их. То есть мы как-то решили, в общем, что мы сможем все. То есть сейчас я бы, наверное, не решилась на такое, а тогда все казалось возможным. И мы стали, вот я стала сочинять песни, напевать их как-то так. Под гитару Оля стала придумывать аранжировки. Мы постепенно стали выступать вот даже где-то среди друзей, играть эти песни. В таком почти бардовском составе, да? Да, это было похоже на авторскую песню больше. И практически, если мне не изменяет память, 8 лет, да, вы где-то играли вот в таком составе. Да, вот даже самой мне страшно представить такую цифру, но, да, где-то так. История очень мощная. Скажи, вот где-то год чуть больше назад звучание группы кардинально поменялось. Да, сейчас это уже более такой классический роковый состав, можно сказать, да? Можешь рассказать про то, как сейчас звучит группа? То, что есть сейчас, это вообще наша с Олей давняя мечта, как мне кажется. То есть вот в наши вот эти вот юные давние времена мы всегда хотели, чтобы нашлись какие-то люди, откуда-то они пришли, чтобы они нам сделали аранжировки, вот именно почувствовали эту музыку как-то так же, как чувствуем ее мы. И, в общем, все это зазвучало вот так вот полным звуком, таким вот красивым. Вот, а, ну, то есть это время как-то не наступало, но вот у нас появилось много друзей постепенно, единомышленников, у каждого из них были свои проекты. И как-то это очень естественно, этот процесс пошел так, что вот в какой-то момент мы вдруг стали играть вместе. Слушай, ну мне вот всегда было интересно. Вот вы играли 8 лет в акустике и потом перешли на такое звучание рока фактически, да? Как вот ты сама внутри ощущаешь вот этот переход? Это было легко для тебя отказаться от акустического прошлого? Ну, во-первых, я думаю, что такое звучание, оно было, как мне теперь кажется, оно было заложено там изначально. То есть в песнях какая-то энергия есть внутренняя, но не хватает людей. И второй момент, это вот именно то, что меня подкупает в том, что сейчас происходит с нашей группой, это как раз работа людей, работа музыкантов. То есть то, как они чувствуют эту музыку и как они с помощью инструментов, которыми они владеют, как они это выражают. Для меня даже вот самое такое наслаждение и вообще самый больший интерес, это наблюдение за процессом репетиции, то есть как это все рождается. Я начала чувствовать, что песни, они живые на самом деле. То есть хотя я их там написала когда-то, они были в определенном варианте, но теперь они приобретают новую жизнь. ПЕСНЯ Помню, вот мы работали с песней «Не о тебе», которая сейчас на новом альбоме у нас вышла. И по ходу песни, по ходу работы над ней приходилось несколько раз менять ритм, менять вокальную партию и так далее. Вот для тебя это не издевательство над песней? Суть как бы тех песен? Нет, для меня это именно предание песне жизни и вообще какого-то смысла дальнейшего. Потому что я писала эту песню, когда испытывала определенные чувства, меня какие-то люди вдохновляли. Это время прошло. И получается, что песня после этого уже не живет, а тут она приобрела новую жизнь. Я знаю, что есть люди, которые очень боятся приносить свои песни в группу, и когда группа совершенно меняет аранжировки. Вот в твоем случае, зная, как звучали эти песни раньше, я понимаю, что песни кардинально меняют свое звучание. Для тебя легко отдавать вот эти песни? Ну, я думаю, что тут все зависит от доверия. Если ты доверяешь людям, которым ты их приносишь, то все как-то проще. Ну, раз уж мы, Женя, с тобой заговорили про новый альбом, давай поделимся этой радостью. Расскажи немножко о том, что у нас вышло. Да, вот буквально на днях у нас вышел, наконец, мини-альбом. Это альбом, который состоит из пяти песен, называется он «Со всех сторон». «Со всех сторон» — это строчки одной из песен, какой мы утаим. Да, слушайте наш альбом, мы обязательно прикрепим все ссылки, по которым вы сможете послушать, посмотреть и скачать наш альбом. Буквально пару слов про грядущие планы коллектива. Мы на этом не останавливаемся. У нас уже сейчас идет запись второго мини-альбома, который, предположительно, выйдет к январю. Я думаю, что в декабре и в январе он уже будет готов, и в январе мы сделаем презентацию. Да, сразу двух альбомов, наверное, мы объединим. Напоминаю, друзья, что сегодня в гостях у нас была Евгения Травина, лидер группы «Зухин Пи». Мы поговорили о том, как акустический состав преобразовался в электрический коллектив, и о нашем новом мини-альбоме. Спасибо, Женя, что пришла. Была очень рада с тобой поговорить. И давай в завершение передачи вспомним какую-нибудь песню вместе со всем составом. Моя глупая придуманная нежность, Я брошу тебя здесь и уеду. Отдыхай на каленых рельсах, отдыхай на каленых рельсах. Теперь ты можешь забыть все беды и пить, Что попало, курить, чего только влезет, сбросить пилочки и скитала. Это я их тебе привязала. А потом на себя повесила, отдыхай на каленых рельсах. Моя глупая придуманная нежность, Поскорей убирайся из моих снов. Хочешь, сочиню тебе войсок, Чтоб идти было веселее. Войсок. Войсок. Войсок.